Баба Лиза на вопрос, покупаете ли вы арбузы, не задумываясь, отвечает. Пожалуйста, вы арбузы покупали? Нет, не покупала. Я не покупаю. Своё у меня поместье успеет в начале августа. Не покупаю я. А сейчас, думаете, они полезны? Нет, ни к чему. Здесь она говорит не для того, чтобы покупать, а для того, чтобы продавать. Но чудо-ягоды июньского сбора, казахский-узбекский, по словам продавцов, пользуются спросом и охотно делятся советами, как правильно выбрать арбуз. В арбузе должна быть желтоватая сетка. Вот полоски есть у арбуза, а вот сетка есть между полосками. Сетка должна быть желтоватая. Желтый пятно у любого арбуза есть. Этим пятном он лежит на земле. Это уже грунтовый арбуз идет, это уже не парник. Чуть попозже будет астраханский парниковый арбуз, а волгоградский будет еще позднее, где-то через месяц. И тут же уверяют арбузы, во всяком случае, на центральном рынке пошли экспертизу качества. На рынке не разрешают арбузы продавать, потому что это, так сказать, не то что ветстан, как это называется, а Роспотребнадзор, так сказать, они все равно проверяют, они все равно периодически появляются на рынке. И у нас еще вот здесь вот есть ветеринарная лаборатория, они должны обязательно заключение дать. Если внутреннее содержание арбуза и проверяли, то внешних нарушений сходу можно назвать несколько. На арбузы зачастую у продавца нет никаких документов. Верить придется лишь на описанному на ягоде. Точка должна быть удалена от проезжей части не менее чем на 25 метров. И ни в коем случае ягоду нельзя резать. Это прямой путь к кишечным инфекциям. Но рынок по части нарушения – это только цветочки. Настоящие ягоды здесь, на трассе. Лежачий продавец, как полицейский, целый день на посту. Скромно укрылась, а на просьбу показать документы не откликнулась. Скажите, пожалуйста, есть сертификат этого у вас, бумаги? Есть. А покажете? Нет, не покажу. С грязными руками, но с чистыми помыслами. Угостить проезжающих недорого арбузами и дынями она уверена – ничего не нарушает. Ведь ее никто не проверял. Документы, кроме нас, говорит, никто не спрашивал. А купить по пути арбузик, впитавший в себя все выхлопы и выбросы, желающие найдутся. Лилия Гарифульна, Денис Кузнецов. Время новостей.